Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас речь пойдет о Люберецком городском жилищном тресте. Но не совсем в обычной манере, когда к нам приходит руководитель и рассказывает о том, какие тарифы, как все там платится, не платится и так далее. А мы поговорим о приятном, о том, что представители треста участвовали в конкурсе. Обо всем об этом нам рассказывает сегодня председатель правкома Люберецкого городского жилищного треста Ольга Дакукина. Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, весна, апрель, но в марте был конкурс. Что за конкурс? Расскажите немножко о нем и каким образом мы там стали, ваши представители треста, стали участниками, я так понимаю, победителями? Да, на данном конкурсе мы принимаем ежегодно участие. Конкурс «Лучший по профессии» среди специальностей коммунальной сферы по Московской области. И вот именно в этом году мы привезли достаточно много наград. Участвовало 5 сотрудников и все 5 заняли призовые места. Хорошо. Конкурс «Лучший по профессии» 2021. Я понимаю, что, наверное, ну как всегда, пандемия вносит определенные изменения, но в этот раз удалось провести. Где он проходил и среди какого количества участников? Замечательный город Королев. В Королеве замечательное, просто не перестаю восхвалять эту базу, есть центр обучения. И именно наши коммунальные профессии там проходят обучение. И уже непосредственно ежегодно мы ездим туда, центр нам уже тоже родной, мы его очень любим. И поэтому именно в этом же месте, на этой базе проходил данный конкурс. А скажите, какие профессии, я имею в виду не только наши, представители которых вы повезли за победой, но и вообще, какие там, как соревнования эти проходят? Почему? Я объясню. Потому что, когда мы говорим о хорошем плательщике, вот он если платит, никаких долгов нет, и у него, например, ему нужен сантехник, ну одна из самых таких востребованных, да, что-то закапало, где-то потекло, всё. Сначала он думает, боже мой, где я кого буду искать, потом вспоминает, что у него есть компания, он туда обращается и так далее, и тому подобное. Например, дверь просела, да, или ещё что-то, это уже, ну, плотник или ещё, да, вот что-то связано, работа по дереву, так называем. Маляр, да, тоже редкая история сейчас, потому что, ну, мало кто, наверное, красит внутри квартиры, ну, например, дом, да, или то, что красится сейчас, например, запах, вместе с весной приходит запах краски всегда, да, это то, что красит, и везде по-разному, я имею в виду не только городской округ Люберца, да, иногда прям красят вот с... Ну, с краской без запаха. Вот, вот, видите. Экологически чистая. А я, видимо, живу в том районе, где что ж такое какой-то запах, а это, оказывается, краска. Чтобы видно было, когда работают. То есть профессии разные. Да, конечно. Вот между какими специальностями проходили соревнования? Ну, в этом году рабочие специальности брались, вообще центр у них очень большой, и, я так понимаю, обучают много разных профессий, по аудиториям провели, достаточно интересно, как раз-таки маляры, плотники, газоэлектросварщики, что-то было связано с ландшафтным дизайном, показали, очень интересно, да, у нас таких специалистов нет, мы повезли своих, вот, среди нас был мастер, значит, маляр, плотник и сантехник. Ага, сантехник всё-таки был. Конечно, конечно. Вот, хорошо, и они как, надо было быстро кран прикрутить, быстро... У каждого своё задание, причём было очень интересно, что в этом году специалисты соревновались с учениками в каких-то областях, ученики тоже заняли призовые места, и вот, между прочим, очень интересно, потому что данные специалисты, ученики, это будущие наши сотрудники. Правда, я так понимаю, что там обучаются ученики Королёва, но ничего страшного, мы, может быть, не так далеко от Люберец. Вот, ребята толковые, задания были не из лёгких. Тут ещё почему такой важный момент, что, опять же, сквозь призму людей, которые живут и пользуются услугами, да, у них, ну, может быть, возникает вопрос, кто к ним придёт на помощь, да, если что-то случится. Конечно. Насколько профессиональные те люди. Почему? Потому что вот бывает, опять же, по своему опыту, опыту коллег, что иногда нотка участковые быстро меняются, существует ротация, так должно быть, как мне объяснили. Но и раньше там один сантехник приходил, теперь смотришь, другой приходит. Ты уже сравниваешь, вот тот был такой, этот такой был и так далее. Я к чему веду? Вот эти кадры, которые вы воспитываете, да, которые вас побеждают, вот что им это даст, это участие вот в этом конкурсе? Насколько они смогут профессиональнее стать благодаря ему? Это огромный почёт для сотрудника, профессионализм, конечно. Вот, но я хочу сказать, что мы же выбираем на данный конкурс лучших из лучших. Они у нас тоже проходят отборочный тур. Вот, а насчёт кадров хочу сказать, что на нашем предприятии есть даже своего рода династия. У нас настолько крепкий коллектив, сейчас порядка 500 человек. 500 человек? 500 человек, например, в организации, и люди работают десятками лет. Вот даже в коллективном договоре есть у нас определённый пункт, мы его очень любим, мы награждаем. У нас есть не только юбилеи по возрасту, это 50, 55, 60, 65 лет. У нас есть по выработке лет в коммунальной сфере. От 20 и каждые 5 лет. 20, 25, 30, 35 и 40. Вот руководитель, допустим, скоро через год будет отмечать 40-летие работы в коммунальной сфере. Так у нас есть ещё и такие же рабочие, которые по 35-40 лет работают именно в коммунальной сфере. Поэтому я думаю, что опыт уже говорит о профессионализме. То есть профессионализм уже на опыте выращенный. Вот я думаю, что после нашего сегодняшнего разговора к вам обязательно постучаться, как хотим, хотим у вас работать, чтобы получать определённые льготы. Теперь такой вопрос. А что вообще этот конкурс показал? Насколько сегодня система жилищных трестов есть куда расти? Выявила она какие-то проблемы? Может быть, какие-то другие регионы, которые участвовали, кого-то не привезли? Там же общались, как-то разговаривали. В чём проблема есть сегодня? Я думаю, что проблема всегда есть. Но именно данный учебный центр показывает о том, что есть куда расти. Хотя у нас в Тресте всё оборудование, которое было представлено как новое в том учебном центре, мы уже пользуемся много лет. Спасибо руководству. И это производственный вопрос, наверное, не столько ко мне, но в любом случае меня интересовало очень. Я с огромным удовольствием ходила, смотрела по тем направлениям, где нам показывали. Оборудование новейшее. И я порадовалась, что основная часть у нас имеется. Это просто к разговору о том, что, опять же, пользователь, который часто сталкивается в своих делах, в проблемах, у него, может быть, и складывается такое мнение, что ничего не меняется, вот как там трубы и так далее, и тому подобное. А когда у него ничего не происходит, на самом деле, получается, что меняется. Это хорошо. Я только хотела сказать, дай бог, чтобы ничего не происходило. Это значит, говорит о том, что мы работаем. Да, работаем. И вот тут возникает следующий вопрос. Сегодня вот эти профессии, да, сейчас опять, может быть, не совсем к вам, но к вашей компании, или, как говорили раньше, к Комторе. Если у человека, вот, например, с дверью что-то случилось, он вам пишет, плотник придет? Конечно. Конечно. В любом случае, такие люди у нас имеются, которые и плотники, и столеры ездят, конечно. Я помню еще, как раньше договаривались. Ну, между нами. Мы же пишем, да. Дверь – это, собственно, житель, за деньги. Да, понятно. Ну, правильно. Нет, в зависимости, есть платные услуги. Есть тарифы, есть платные услуги, конечно. Да, а есть услуги, которые бесплатные. Которые входят в нашу обязанность, естественно. Обслуживание жилого фонда, конечно. То есть надо, что называется, разделять и понимать, что если бы все было бесплатно, то, наверное, тарифы были бы просто безвозгодны. Ой, не дай бог. Кстати, последние данные нормальные. Народ платит после пандемии? Потихонечку. Мы активно очень просим народ платить. Очень просим. От этого зависят наши зарплаты. Хорошо. И то, что мы будем делать для жителя. Вот, теперь поговорим все-таки про профсоюзный комитет. Как-то давненько у нас не было представителей вот этого направления. Это комитет, который, ну, занимается защитой, скажем так, прав всех работников. Каким бы ни был хорошим, там, руководитель и коллектив, все равно правком, ну, несется некую ответственность. Вот чем привлекательна сегодня работа правкома? Что правком дает людям, которые у вас работают? Ведь от того, как вы помогаете им, они с удовольствием идут на работу и, естественно, выполняют свои функции хорошо, и нам приходит это удовольствие. Все верно. Вот как раз вы сказали защитой прав сотрудника. Мне повезло на предприятии, мне повезло с руководством, потому что у нас и генеральный директор полностью наше руководство, они знают, что сотруднику должно комфортно находиться в этой среде, тогда он сможет полностью с отдачей работать. Поэтому мы-то как раз занимаемся социальными благами. У нас заключен коллективный договор. И один из разделов, который именно отвечает за социальные блага сотрудника, мне нравится очень. Это у нас и премии к юбилейным датам, и премии к отпуску, и материальные помощи очень важны в наше нелёгкое сейчас время. В связи с рождением ребёнка материальная помощь, в связи с вступлением брак. Они небольшие, но всегда приятные. Материальная помощь даётся, не дай бог, по смерти сотрудника, по смерти близкого родственника. То есть вы как бы опекаете, да? Конечно. Материальная помощь в связи с тяжёлой материальной ситуацией. Разное бывает на лечение. Суммы обговариваются непосредственно с руководством, поэтому любой из сотрудников имеет право обратиться. Мы, конечно, всегда походотайствуем. Руководство всегда старается помочь. Вернёмся к конкурсу. Напомню, что в марте этого года прошёл конкурс «Лучший по профессии 2021» среди жилищных, я так понимаю, трестов. А кто там вообще со всей области собирается? Какой принцип выбора, подбора участников? Организаторы данного конкурса, это была СРО Ассоциация Управляющих Организаций Московской области. Они приглашали организации по Московской области, именно управляющие компании. И как другие, не знаю, а у нас на конкурсной основе мы среди своих выбирали лучших из лучших. То есть была даже ещё конкуренция? Не знаю, что надо послать кого-то. Кого же мы пошли? На предприятии 13 подразделений, и со всех 13 активно принимали участие сотрудники. А как отдыхают сотрудники? У вас есть возможность предоставлять им какие-то путёвки куда-то? Нас очень в прошлый год подвёл, потому что в прошлом году не было ни детских лагерей, ни санаторий особо не работали. Ни у кого же ничего не было. Да, мы очень надеемся, что в этом году восполним. Уже потихонечку сейчас занимаемся закупкой путёвок в детский лагерь. Я хочу сказать, что цены в детский лагерь сейчас кусаются. И поэтому то, что есть возможность сотруднику отправить ребёнка на смену за 10% от стоимости, это очень огромная поддержка семье. Ну и завершая тему, я напомню, что у нас сегодня программа, как всегда, из двух частей состоит во второй части «Сюрприз». У нас будет семья, так я понимаю, победителя. Расскажите, Аня, кто эти люди замечательные? Это замечательные люди, работают у нас уже достаточно давно. Работают в одном подразделении, муж с женой. И так получилось, что именно в этом конкурсе они заняли оба первые места, плотник и маляр. Мы их очень любим, потому что мало того, что пара красивая, они безумно порядочные люди. И, кстати говоря, про семью. У нас очень много работает и династий, и семейственности на предприятии. То есть как-то это говорит о том, что коллектив хороший, руководству мы безумно благодарны, и поэтому каждый пытается подтянуть своего родственника, соседа. И поглядывают друг за другом на всякий случай, правильно? Это вы у них спросите. Хорошо, хорошо. Напомню, что у нас в гостях в первой части нашей программы представители правкома Люберецкого городского жилищного треста Ольга Докукина, которая вот с такой замечательной улыбкой рассказала нам о том, ну, скажем так, о приятной составляющей, и то, что делает работу всех сотрудников треста, ну, уверенной такой, убедительной, создает им настроение и базу. Спасибо вам большое. Ну, а во второй части мы ждем здесь в студии Елену и Сергея Дроздовых, которую вот та самая семья, которые принимали участие в конкурсе «Лучший по профессии 2021» среди жилищных трестов в Московской области и выиграли. Как это все происходило, как они туда съездили, что выиграли, мы узнаем через некоторое время. Напомню, что эта программа «Открытый диалог», и в первой части мы поговорили с представителем правкома Люберецкого городского жилищного треста Ольгой Докукиной. Она нам сообщила о том, что состоялся конкурс «Лучший по профессии 2021». Это профессии, которые имеют непосредственное отношение к жилищному тресту. И в финале первой части мы уже вам рассказали о том, кто будет во второй части, а именно Елена Дроздова – маляр и Сергей Дроздов – плотник. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Ольга очень прекрасно описала все ваши возможности, но теперь поговорим, что называется, из первых уст. Вот маляр, у вас какая задача стала на конкурсе – красить? Да, задача была интересная, потому что всегда там все интересно происходит. То есть вы не первый раз там уже, да? Да, я уже третий раз так стремились к победе, и вот она свершилась наконец-то. Все получилось так, как и задумали. Было задание перенести фреску на стену. То есть там была геометрия и колировка. Нужно было аккуратно все сделать и попасть, главное, в цвет. То есть три цвета был – голубой, потемнее и темно-синий. И это было на время. Нас участвовало… Все одинаковые должны, да? Да, все было одинаково. И как бы мы еще соревновались с молодым поколением. Это были стажеры училища того города Королева. И вот как бы этот батл состоялся. Но опыт победил. Опыт, да, победил, но молодежь дышала, прям наступала на пятки. То есть я-то думал, что мы же как воспринимаем маляр? Это значит раз – и стена пошла вверх, вниз, справа, налево и так далее. Но я говорю о том, что вот эти стереотипы, которые существуют, а тут, видите, прозвучало слово «фреска». И сразу же тогда вам вопрос, немножко будем и отталкиваться от конкурса и вообще от всего. А вот эти лакокрасочные изделия сегодняшние, они позволяют, например, не красить каждый год что-то? Долговечность этих красок? Конечно, позволяют. Но прогресс не стоит на месте, все усовершенствуется. И на данный момент мы занимаемся покраской наших любимых подъездов. И как бы в данный момент мы уже красим теми красками, которые не вредны для окружающих, они не пахнут. И для вас, кстати, тоже не вредны. Для нас, да, но это уже как бы работа, есть работа. И краски хорошие, влагостойкие, устойчивые к атмосферам и природным изменениям. Хорошо. Мы еще вернемся к краскам, а пока поговорим. Ну, раз есть краски, значит, есть что-то, что можно красить. Я сейчас связь пытаюсь, да? Плотник – это все-таки как-то с деревом, да, связано, Сергей, правильно? Вот, видимо, на этом этапе вы где-то и познакомились. Есть дерево, его можно покрасить. Так образовалась семья. Да, но мы о семье чуть позже поговорим. А ваша задача как плотника в чем состояла на конкурсе? Собрать скворечник. Скворечник? Он, наверное, какой-то особый? Ну, как бы не особый, но по времени. А, какой интересный конкурс. Обычно автомат собирают, разбирают на время. И за сколько вы сделали скворечник? За 40. 40 чего? Ну, 40 минут. 40 минут. Ну, то есть это просто вот без заготовок, то есть как-то надо там... Нет, заготовки уже были. А ваши просто как? Собрать, очертить, просверлить, зинковать. Понятно. Просто из дерева, да? Да, просто из дерева. И что оценивалось? Качество сборки? Качество, да, сборки. И по времени, да? И по времени, да. Тоже молодежь душевая? Ну, вот ведь как здорово. А потом можно было покрасить этот скворечник. Ну, мы с удовольствием, но нам сказали достаточно, и так сойдет. И так сойдет, понятно. Хорошо, у вас семья, которая вместе работает, которая вместе приходит домой, ну, я не знаю, может быть, смены там немножко отличаются. Вообще это нормально, когда люди и на работе, как бы, ну, друг друга видят, и в доме. Вы не устали друг от друга, нет? Ну, вот я скажу, наверное, да? Мы подумаем, и я скажу, да? Да, за 27 лет. 27 лет. Да. Но вместе. Ну, вот в пандемии, да, все говорят, пандемии, там много разводов, все такое. Но я не считаю это... Мы как-то вместе, на работе вместе, дома вместе, поэтому... Оно даже и к лучшему, да? Да, вместе – это вместе. Если решили, значит, так и есть вместе. Понятно. А вот Ольга Дагукина нам рассказывала о том, что все-таки там много было всяких представителей. Вы сами говорите, что там молодежь и так далее. Вопрос такой, у вас профессии, которые сегодня по телевизору, по глобальному, там, по федеральному, мы редко слышим, да, о рабочих профессиях, там, плотник, слесарь, сантехник, да? Мы в основном какие-то какие-то суперпрофессии, там, программист, инженер и так далее. Вот нет такого ощущения, что немножечко количество профессионалов в среде вот этих профессий, оно уменьшается? Или это ошибочное мнение? Я думаю, нужно смотреть вокруг. Смотрим, выходя из своей квартиры. Что мы видим? Мы видим стены, правильно? Ну, вот она, наша работа. Вот если они отпадают, стены, значит, что-то у вас не очень хорошие работники. А если стена не просто покрашена еще приятным цветом? Все равно должно что-то отпадать, ничто не вечно, но нужно сделать это с любовью, и нужно это сделать так, чтобы было приятно зайти в подъезд. А вот скажите, подъезд, да, это же как бы общая территория пользования, да, такими глобальными словами, а кто выбирает цвет краски? На уровне треста или, например, люди могут сказать, мы хотим, чтобы у нас был там... Люди, однозначно люди. Решается с трестом, с управлением, все подбирается. А если вы говорите, а у нас краска только красная? Нет, мы работаем для людей, только для людей. Мы стараемся, если даже у нас нет этой краски, мы колеруем, сами колеруем. Бывали случаи, да, нет. Колеруем это из разных красок, делаем то, что нужно. Да, цветовую гамму составляем. Бывали случаи, конечно, что на базе нет у нас цвета, но люди даже сами покупали краску. Мы стараемся для людей. То есть под цвет глаз мы однозначно подберем. Ох, как здорово. А скажите, а если я цветочки хочу или какой-нибудь пчелка, чтобы там у меня летало, это уже отдельно? Это уже, как бы, да, сугубо индивидуально, но еще не было такого у нас с цветочками. Но вот квадратики и полосочки, это уже мы проходили. Проходили. А если, например, какой-то живет интересный человек, он у себя, знаете, как мы видим иногда дома или отдельно окрашено, вот не хочет, чтобы он, вот он нарисовал эти цветочки с пчелками, вы закрасите это положено? Нет, иногда оставляем. Мы спросим. Да? Конечно. Понятно. От хозяина. Нет, сейчас просто, знаете, много всяких споров закрашивать, не закрашивать стены. Сейчас много уличных художников появилось и так далее. Нет, плохие слова однозначно мы закрасим. А это да. Какие-то иероглифы мы точно закрасим. Да и хорошие слова, если некрасиво написано, тоже нам закрашивают. А так, все-таки мнение жильцов мы ставим на первое место. Вот, все от жильцов идет. Сергей, скажите, ну, а правда много обращаются именно к вам, вот с точки зрения плотниц, что это в основном, какие двери там проседают, и что происходит? Да, тут не только двери, а и полы, стены, потолки, окна. Работы очень много. Да? Да. Это от старости домов, потому что многие дома... От старости домов, да. А есть дома, ну, вы как-то сообщаете о том, что вот в этом доме уже, ну, так, какая проблема руководства, они там уже начинают что-то думать? Нет, просто вызывают, ты приезжаешь, смотришь, а потом отзваниваешься. Ну, просто есть же еще полы, тоже полы, как полы, которые были... Постановить можно, да? Да, ну, я имею в виду, а есть полы, ну, полы, которые изначально заложены в проекте, да, там, 1900 какого-нибудь года, которые действительно уже всяк гуляют и так далее, тем более, если еще ими пользовались не совсем правильно. А есть еще, например, паркет у людей, да, это же отдельная история. Ну, паркет, да. Да, то есть, как вот вы советуете, что вот паркет надо менять или, ну, вдруг там повело что-то. То есть, я к чему этот вопрос? Какие у вас вызовы интересные бывают с точки зрения работы? Потому что я вот последний раз вызывал плотника, у меня действительно была проблема, самая простая, дверь вдруг раз, и повело ее. Я уж пытался там, ну, она висит, наверное, уже много людей, прошло через эту дверь. Ну, за то время тоже было, что вздутие двери. Ну, да, что-то такое. От сырости. Сдутие. Это замена двери. То есть, вы рекомендуете заменять дверь, и если дверь, значит, клиент приобретает, и потом вы ее вставляете. Да, приезжаю, вставляю. Понятно. Какой клиент сейчас, вернее, ну да, клиент. Бывает, что ругаются с вами, говорят, о, тут по накрасе. Ну, люди же разные бывают. Бывает, как вы выдерживаете эти моменты? Это как бы проблема, наверное, отношения людей к грязной работе. Маляр – это грязная работа, однозначно, это пыль. Но если не будет пыли, не будет грязи, как можно будет навести красоту вообще? Это ремонт. Ремонт у нас связан с тем, что нужно сначала все удалить старое и возобновить, чтобы было все прекрасно и чтобы было приятно. Да, точно сам может сказать и Сергей, правильно я понимаю? У вас, я так понимаю, главный оратор – это супруга. Она за все отвечает. Расскажите еще про свою семью, про родных, близких. Кто вам, кто у вас, как часто вы собираетесь, праздники отмечаете, как правком вам помогает? Правком нам помогает. Наверное, вот мы проработали как бы небольшое время в этой данной организации, но до этого у нас был опыт работы в других организациях. И вот, наверное, это единственное предприятие, где мы вот именно правком в те далекие времена, как говорится, когда правком был на стороне человека, был другом для работника, это наш правком вот на данный момент. Спасибо нашему руководству, конечно, Маметке Скинычу Азизову, это руководитель нашего предприятия. Сейчас ты гость нашей программы. От нас тоже привет передавайте. Поздравления с вашим хорошим выступлением. Сергей, скажите, а вы удивлены были количеством участников? Ну, когда ты просто работаешь, знаете, глаз замыливается, да, один и тот же коллектив. А тут вы приезжаете в город Королев и такое большое количество участников. Ну, там, да, целый класс. Ага, и что там вот еще происходило? Что делали? Какие там еще были специальности представлены? Ну, как-то болели там? Ну, сантехники. Мы заходили тоже в кабинет, посмотрели, все интересно было. И там-то вот некоторые выиграли тоже, ездили на конкурсы от них. Первые места заняли. Понятно. То есть, ну, а встреча с плотниками, знаете, как вот в любой же профессии, врач с врачом, водитель автобуса с водителем автобуса, ведущий с ведущим. А вы посмотрели там у своих коллег, плотников, кто как работает? Времени не было. Не было. А еще, наверное, получается, можно сказать, что раз вы участвуете в конкурсе, то вы же уже воспринимаетесь не просто как, знаете, работник жилищного треста, немножко и художник же. Вы же с краской работаете. Вот слово «фреска». То есть, вы же разбираетесь, как сделать там зеленый цвет, цвет, вернее, видите, свет говорит, зеленый цвет из разных других. Да, конечно. То есть, я к тому, что люди должны понимать, что если вы будете хорошо платить за услуги жилищного, всевозможных коммунальных, за ЖКХ, то у вас есть прекрасная возможность, что ваш подъезд будет покрашен самой лучшей краской, самой безопасной краской, замечательными людьми, которые сегодня у нас здесь в студии. Это Елена Дроздова и Сергей Дроздов. Это семья, маляр и плотник. Спасибо вам большое. Вас с замечательным выступлением, что не ударили в грязь лицом, и даже молодежи не дали прорваться вперед, потому что есть силы в городском округе Люберцы, которые делают жизнь ЖКХ, в данном случае жилищного треста Люберецкого, хорошей и для себя, и для всех, кто живет в городском округе Люберцы. С вами был Николай Пивненко, программа «Открытый диалог». Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!